Всем привет дорогие друзья, меня зовут Дмитрий и мы сегодня с тобой продолжим играть в World of SEA Battle. Сегодня у нас с тобой PVE контент будет. Идем, нажимаем пробел, режимы. Идем в PVE режим под названием защита губернатора. Вот, начальный уровень сложности отправиться, да. Отправляемся с тобой, вот. Сегодня пофармим немножко марок. Марок мы немножко сегодня с тобой пофармим. Так, пробел, быстрые вражеские корабли. Ага, у врагов быстрые корабли, я понял, это хорошо. Или плохо, я не знаю. Задача в чем здесь, по режиме, PVE, это PVE режим. Просто фармишь, нужно не сдохнуть, так честно говоря. И если ты не сдохнешь, ты молодец, ты получишь награду. Так, у врагов быстрые вражеские корабли, ребят. У нас такой выпал перк, то есть в начале, в начале битвы выпадает какая-то способность. Либо тебе в плюс, либо тебе в минус. Может выпустить какая-то способность. Вот, у нас два друга есть, которые нам помогают. Вот, но я не знаю, как они тут особо помогут. Не, они помогают, они хорошо помогают. Улучшать можно корабли, если кто-то не знает, кто-то не играет, не знает. Может здесь лучше сейчас свой корабль, мы сейчас их замочим, когда нам дадут дублоны. Вот в верхнем левом углу у нас есть понятие, как дублоны. Вот, одного мы замочили. Вот, понятие есть, как дублоны. И дублоны мы с тобой потратим на улучшение корабля. Мы добавим ему огневую мощь. Можно абордаж брать, то есть это все сохраняется. Можно бомбы скидывать. Вот, что хочешь, то и делай. Хороший он подбил. Нагоришь или нет? Надо выдержать пять волн, ребят. Как я их выдержу, я не знаю. Так, дублоны я получил. Мне надо туда к этому плыть. А здесь ядер немножко получили. Отвали. Падла. А последний? Нет, еще этот, да, есть. Так, надо, ребят, плыть. Туда вот. Плывем. Там. Мы сейчас там закупимся. Мы сейчас улучшим орудие, чтобы быстрее орудие у нас перезаривали. Это. Сильнее орудие будет. И нам бы, на самом деле, надо было отремонтироваться. Так, у меня два друга-то живы. Оба вроде живы. Хабарчик там плавает с них. Блин, далеко, конечно, порт. Два порта всего лишь, как бы. Там вот порт, и вот там вот есть порт. Они прям далековато. Этого я пока не убиваю, он последний остался. Почему я его не убиваю? Объясняю. Как только я его убью, пойдет новая волна. Вот. И чтобы пока новая волна не пошла, мы сейчас доплывем до порта. Как бы мы, знаете, оттягиваем момент. Вот, чтобы новая волна не пришла к нам. Сейчас немножко это, то и сё. И то, и сё, и тарато. Так, 99 дублонов у нас. Вот серия будет, наверное, ребят, короткая. Блин. Собака. Сейчас, сейчас он взорвется, ребяты. Так, мы берем безлимитный фосфор. Перезарядка предметов. Дальность орудия. Урон орудий. Берем дальность урон орудий. Урон орудий, ребят, обязательно. Ещё 50. Я ещё могу здесь урон орудий. Урон орудий плюс 30. Чинись. Чё ты не чинишься? Чиниться надо. Ветер здесь дует во все стороны. То есть здесь без разницы, ребят. Здесь нет понятия ветра. То есть ветер дует во все стороны. Вторая волна. Нам нужно с тобой отремонтироваться. У них, в принципе, ребят, ничего такого особого... А, нету этих ботов. Ну, может быть, потом залутать их. Главное сейчас отремонтироваться. Урон мы сделали плюс 30%. Это очень, ребят, хорошо, я считаю. Потому что у них корабли очень быстро. Это хреново. Так, я немножко впитал. Вот, это хорошо, ребят. 30% урона. Это вообще, это must-have. Сразу надо ставить плюс 30% урона. Вы просто будете намного быстрее их разбирать. Ну, то есть вы меньше тратите боезапаса. Боезапаса, да? Чтобы разобрать врага. Запладочку. Я запладочки, ребят, не взял. Так, держимся в хвостике у него. Потом раз, вот так. Вот этот, зараза, сложный. В плане то, что... Так, один уже тонет, второй уже тонет. Достать не могу. Так, еще одного потопили. Хорошо. Запладочку ставим. Возможно, стечиним всем. Так, сейчас сразу... Надо плыть, наверное, еще, ребят, это... У меня ребята его забрали практически. Ну, я его тоже забрал. Так, 62 дубона. Сейчас у нас еще будут дубончики. Паруса здесь не портятся. Наш бывает выпадает в начале, когда начинаешь и заходишь, выпадает, чтобы... Ну, то есть случайно там какой-то этот выпадает. Так, какой дебаф или бубаф. Пять боевых марок нашли. Кстати говоря, если их лутать, там тоже можно марки найти. То есть я уже 10 марок залутал, ребят. Вообще всего, по-моему... Из режима я могу сейчас в данный момент... Так, у меня нормальный режим. Я 20 штук, по-моему, могу вынести. Прочность плюс 10. Я думаю, надо прочность, наверное, взять. Или ремонт. Давайте прочность плюс 20. Да, лучше прочность плюс 20 возьмем. Сейчас отремонтируем. У нас дерево есть. Дерево используешь свое, то есть ты заходишь в режим полностью сам заряженный. То есть тебе никто, в принципе, здесь ничего не дает. Что это такое? А, это... Это восход солнца такой, ребят. Ох, ёпу, ты не мать. Вот этого надо мочить. Вот этого, ребят, надо мочить и сразу. Это жирный босс какой-то зашел к нам. Нам игра закинула жирного босса. Хорошо, что у меня урон плюс 30%. Джорджи. Джорджи против нас. Джорджик. Так, уходим от его пушек. То есть берем дистанцию. Он, наверное, под мортиру еще подстраивается под свою. Так, у меня корабль-то более быстроходный. Тоже забираем это. Так, порох я нашел. Артира, конечно, это страшная вещь. Я уже это понял, ребят. Я это уже понял. Блин, нам было черный двойной порох использовать, а потом уже это. Так, он потонул. Так, дублонов у нас все равно мало. Мы не поплывем в этот, в порт. Но вот здесь сейчас заберем. Здесь какие-то ресурсы есть. Ждем, пока сейчас он потонет. Так, древесин нашел. Боевые марки, череп вуду. Так, ремонтируюсь. В принципе, справимся. Сейчас ремонтируюсь, все хорошо будет. Так, это что у нас? Пороховой заряд. Усиленные любые пушные яды. Благодаря чему они будут взрываться, нанося урон по площади. Уязвимы NPC больше, да? Так, ну нормально. Нормально. А что их здесь? Трое, четверо? Кстати, у меня оба помощника еще живы. Это хорошо. Сколько там марок? 14 марок, ребят. Череп вуду, 14 марок. Так, минус практически один. Минус практически второй. Поджопник раз тебе, и тони. Хорошо. И тебе туда тоже. Так, не мешайся. Или я ему мешаюсь? Может, это на абордаж взять? Ну, я решил вот так. Так. Немножко со своим, кстати. Столкновение со своим тоже, как бы... Хреново, ребят. Столкновение со своим, это тоже печально. Так, минус 300. Минус 500 уже хп у него. Он там что-то сам на своих бочках, что ли, подорвался. Тормознулся. Так, ну нормально, 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 нормально. В принципе, мы выдержали. Вроде бы режим легкий, да? Вот. Но, поверьте мне, даже в этом режиме, в легком, можно слить катку запросто, ребят. Все, один остался. 156 дублонов. Я даже, наверное, использовать их до конца не буду. Блин, чуть ниже случайно мышку отвел и... И все. И все, ребят, и задница. Давайте отремонтируемся. Что, еще одна волна, да? Последняя, по-моему. Паруса мне немножко попортили. Или все? Все, последняя волна, пятая, ребят. Плюс 5 боевых марок дали. И 25, по-моему, марок, получается, всего мы отсюда можем достать. Легкий режим, 25 марок. А что нет? Почему бы не похармить, ребят, да? А здесь еще где-то есть осколки или нет? Так, ремнобор есть. Что, там сильный, дядь? Да, так. 500, 500. И 700, 500. Мелочь, короче. Напоследок нам мелочь дали. Ну и хорошо. Я, в принципе... Они, правда, быстрые. Это мелочь быстрая. Сейчас мы их... Пощелкаем, я думаю. Да, уже они тут отщелканы уже. Кстати, тут где-то ресурсы есть. Я где-то не забирал, да, чего-то. О, кстати, можно этого... Капитана. Тут какой-то тут капитан. Пойдемте разберем. Точнее, не разберем, а заберем. За мной летят двое, я вижу. Бывалый на борту. А что он дает? Прочность, что-то там. Так, минус один кораблик. И правый борт. Эх, как-то ударил он как-то... Это сейчас потонет. Тони. Тони, говорю. Давай. Это тоже тонет. Тонешь? Все, тони. Должен подтонуть. Так, и двое там моих разбираются. Кто-то спросит, а что на более повышенной не ходишь? Не хочешь сходить? Ребят, там жопа. Я сходил на стриме. У меня был стрим по этой игре. Я сходил там. Там жопа. Мне там не понравилось. Там башни добавляются. То есть тот же самый режим получается, только там еще с башнями, ребят. А что я тут что-то взял? Это просто бочки или что? Или здесь можно это залутать? Подождите. Ну-ка, задний ход дайте. Значит, можно залутать, да? Это что-то лутабельное лежит. Я же правильно думаю? Золото. Золото. Золото-обломки. Обломки на уголь, ребят. Что, мои там не могут их замочить, что ли? Что вы? Сейчас, план, сейчас я тут обломки поутаю. Да, одного не замочили. Интересно, в этих вот обломках можно марку найти, допустим? Или нельзя? Было бы прикольно, если можно было бы. 19 марок. Череп вуду. Нас сейчас пополнить будет боезапас, ребят. Сейчас еще разочек сходим. Все, Тонь, мои пацаны их разобрали. Красавцы. Красавцы. Двоих они уделали. Единственная, наверное, игра, одна из немногих игр, ребят, где боты, они не бестолковые. Все, я сделал, да. Заработал 24 марки, ребят. Золото 5000 заработал. Череп вуду за 14 режим. Ой, за 14. За 14 минут. Вот. Так, нажмите вуду. Ага, чтобы покинуть режим. Я пока не хочу покидать, я хотел бы залутать. Немножечко. Я бы хотел немножечко залутать. Да, давайте железный ремонт сделаем тоже. Железный ремонт, э, ремонт набор. Потому что сейчас я выйду, у меня за ремонт, у меня сейчас отремонтируют, я понимаю, корабль за мои средства. Так, все здесь, больше, по-моему, ничего такого нету. Или где-то что-то есть. Ну, наверное, что-то где-то есть присутствует. Ладно, не будем. Все, сделали мы. Мы молодцы с тобой. 31 марка у нас здесь есть. Берем еще. Берем еще полторы тысячи. Давайте вот этих тоже возьмем, на всякий случай. Идем в этот же режим, ребят. У меня дерева нет, прикиньте. У меня нет дерева. А можешь дерево купить? Дошел до чего, ребят. Дерево покупаю. Господи, позор. Просто позор. Покупаю дерево. А что, у меня как экипажа мало, не понял. А, у меня солдат много. Ну-ка, все отсюда нахрен. Солдаты мне не нужны. Мне нужны именно... Мне нужны вот эти, ребята. Так, торговый флаг, кстати говоря. Да, я же под торговым флагом, ребят. Че? У меня... Да, я, кстати, и не сменил. В той серии мы же закончили. Мы же доплыли. Мы здесь и продолжаем, если что, кстати. Да, то есть это продолжение той серии. Идем еще раз в режим. Нажимаем пробел. Режим. Идем опять в защиту губернатора. Начальный уровень, конечно же. Идем. Я еще сюда могу сходить, ребят, три раза. Три раза я сюда могу сходить. Проклятье. Ваша прочность падает со временем. Великолепно. То есть надо было больше дерева убрать. Великолепно, че я могу сказать. Знаете, че я понял? Боевые действия вести лучше где-то около порта. Да. Ваша прочность падает со временем. Вот какой-нибудь баф бы лучше дали бы. Такой, как он ко мне хорошо повернулся. Стой. Наша собака. Ушел. Вы че тут в десятером на моего одного налетели? Алло. Налетели. Так, минус один у них. Так. Все в молоко. Все в молоко. Все в молоко. Так, где у нас порт-то? В принципе, недалеко. Порт. У нас вот здесь недалеко. С этой стороны есть. Сейчас залпом дадим. Сейчас потопим его. Да, минус один. Нам надо сразу будет плыть в порт. Сейчас. Добавлять плюс своей этой. Так, минус еще один. Он все равно мне дал залп. Извина. Да, у меня падает со временем прочность. А дерево-то я не знаю, здесь у них будет, нет. Блин, дерево надо было больше брать. Я вот теперь буду знать, что здесь может такая хрень выпасть. Потому что прочность падает. Все, плывем в этот. Ребята, в док улучшаем свой корабль. Пускай они здесь немножко с ним поиграются. Пускай они немножко поиграются. Я на него внимание обращать не буду. Или буду. Надо, короче, около дока крутиться. Вот. И получать от этого максимальное удовольствие стараться. Чтобы недалеко было. Так. Дальность орудия, скорость перезарядка предметов. Смотрим. Так, проще с урона орудия. Раз. Два. Ага. Хорош. Вот это я его забрал. Так, а сколько мне там надо? 50 надо. 20 штук надо. Я, наверное, не получу, да? 20 дублонов. Нет, 47. 47, ребят, дублонов. 47 дублонов. 49. 50. Откуда у меня 50? Сейчас тогда сплаваем. Так, большой добавочный добавочные паруса большие. Сейчас еще улучшим тогда. Сейчас они тут наплывут. Где-то отреспавнились. Вон там. Один, что ли? А, один жирный. Я понял. Сейчас тогда я против тебя возьму. Откуда у меня дублоны капают? Я не понимаю. Давайте тогда еще орудие сделаем. Давайте, пойдемте. Откуда у меня дублоны капают? Я не понимаю. Они со временем капают? Я думал, капают только тогда, когда ты кого-то топишь. Джорджи 2. Второго уровня Джорджи. Приплыл к нам. А, что, не получилось? У меня не получилось пройти по мне прям так хорошенько, как бы он хотел. Сдаем кормой. Снижаем угол атаки у него. Какой он вертлявый. Ох, ебать. Сейчас мы его трахнем. Пацаны мне помогут. Нормально. Это ядрами обычными. Это я стреляю бомбами. Кстати, я ядрами вообще практически, ребят, не стреляю. Я не знаю. Ахметь, она даже там долбанула, ребят, по мне попала. Прикиньте. Прикиньте, она там долбанула, а по мне все равно попала. Так, ремонтируемся. А мало того, что соперники сносят хп, мы еще и со временем тратим хп. Так, боевые марки добились, ребят. Боевых марок уже 10. Так. Временоборчик. Временоборчик, это хорошо. Так, а нам сколько дублонов-то надо? Я уж не помню, 80 или сколько? Давайте глянем сразу, чтобы быть в курсе. Но дерева пока хватает. 150 дерева мне хватает. Опа, так, звездявый. Ага, сколько их трое? Блин, вот этот хрен, он жирный. 52 дублона. Они, может, капают дублона со временем еще? Мне 55 надо. Не достану, да? 55. Так, что нам сделать? Ремонт, прочность, маневренность, скорость, прочность. Бортовая защита. Бортовую защиту, я думаю, надо. Бортовая защита, это хорошо. Это как прочность, но лучше. Что такое бортовая защита? Защита, то есть у твоего корабля есть определенная защита. Допустим, 5 единиц защиты. А у пушек есть атака. Допустим, пушки бьют силой 10 единиц. То есть у тебя 5 защиты, а пушки бьют 10. Значит, по тебе урон максимум 5 единиц проходит. Потому что у тебя 5 есть защиты, а пушки бьют максимум 10. Ни хрена себе мои разобрали этого. Красавцы. Единственное, я говорю, боты, наверное, одни из немногих в игре. Одна из немногих игр, где боты действительно полезные. Кстати, я на бочках, по-моему, что-то подорвался. Не то нажимаю. Я на е почему-то нажимаю. Это привычка на е нажимать. А надо на q нажимать. Тони. И ты тони, что-то там не тонешь. Мне так тяжело. Кстати, ремонобор надо использовать. Так, а где-то там еще один трендюк свеженький. Ага. Ну, закладочку сейчас поставим себе. На попец. А знаете, что надо было поставить? Скорость ремонта, ребят. Скорость, наверное, ремонта, чтобы побольше, побыстрее ремонт шел. Все, отремонтировались. Турса у нас в норме. Это все в норме. Здесь, да, конечно, ничего такого не падает, ребят. Прямо ценного. А я вуду-то выбил? Нет, мне не дали вуду. Черепочек вуду мне не дали. Но мне главное эти, чтобы давали марки. Вот свитки у меня вопрос, да? Вот, чтобы в этот режим ходить, нужны свитки. Вопрос. Свитки где можно фармить? Только получается... Только получается... Только получается в открытом море там за какие-то действия. Правильно я понимаю? То есть, особо ты больше нигде свитков не пофармишь. То есть, за лутанием... Их, наверное... Их купить, конечно, можно за донат, ребят. Конечно. Вот. Ну, а также можно... Сейчас подгорю, конечно. Поверь, что-нибудь купим. Боевых марок плюс пять. Так, волна. Готовься. Четвертый, да. Ну, двадцать пять марок, да. Где-то я выношу, получается. Оба моих живы. Я этому рад. Очень хорошо помогают. Прямо, ну вот, прям реально. Не тупые боты, знаете. Которые бегают, а, никогда. Знаете, вот в играх вот все время почему так сделано, что боты максимально тупые. Так, передает-ка орудие, дальность. Давайте прочность, наверное. Хотя мы и так уже, в принципе... Хотя нас сейчас могут здесь и нагнуть. Хотя нас могут и нагнуть. Ладно, особо сильно не нагибаться. Так, это здесь подгорел. Хорошо. Хорошо. Сейчас главное вот эту волну выдержать. А там уже последняя она такая, знаете, волна. Типа вот как бы есть, а она как бы и нет. Такая финалочка. Они стреляют ядрами, кстати, которые у меня тоже есть. Так, минус один топим. Сейчас делаем минус второй. Достанем, нет? Уплыл собака. Минус второй не получился. Мне вот этого надо зафоршмачить. Блин, опять все в воду. Не успел поднять пушку. Наверх. Что-то прям жирненькие такие попались. Ну, горят хорошо. Жирненькие горят хорошо. Сальца много, понимаете. Эх. Все, просрал. Давайте дадим залп. Вот этот залп хороший. Соберем, давайте, что есть. Давайте поставим заплату какую-нибудь. Сейчас последняя волна, получается, идет. Ну, золота, кстати говоря, хватит. Вот золота, который мы здесь получаем. Его хватит, в принципе, чтобы... На что его хватит? Ну, золота, это хватит, чтобы хотя бы снаряды окунуть. Окупились. У меня хп прям таит. Я вижу, как у меня тает хп. Мне это не нравится. Так, что мы можем сделать? Мы можем что-то сделать. Да, прочность плюс 20 сразу дать. Перезарядка предметов, дальность оружия. Безлимитный фосфор. А что такое безлимитный фосфор? Знаете, прочность. Скорость перезарядки, да. Ну, прочность можно было бы потом. Давай. Умничка. Бортом прям под меня. Хорошо. И я под него бортом. Давай я по тебе залп. Нет, не хочешь, уходит. Вот, конец, нам дали мелочь. Три-четыре корабля мелочных таких. Сейчас мы их заберем. Снарядов нам хватит. Собака. По двум-попаду? Нет, чуть-чуть. Так, что с правым? С правым все, затонул. Может, я говорю, что-то прокачать, кстати. Прочность еще. Еще прочность прокачаем. Хотя мы и так уже победили. Че, этот остался целенький, да, более-менее? Нет, вот их все, двое осталось. Тот уже потонул. Но он пока считается здесь. Да, их двое остается. Еще стреляет. Вы знаете, что меня иногда раздражает? То, что они когда-то потонули, да, уже. Все уже проиграли. Они все равно еще могут дать бой. Они тебе все равно еще последний залп могут дать. Это, наверное, больше всего меня немножко раздражает, ребят. Даже тонущий корабль врага тебя может все равно потопить. С одной стороны, да, это как-то, ну, реалистичность какой-то. Хотя здесь реалистичность, что это в этой игре. Ну, как-то, да, интерес такой. Что тебе могут напоследок еще дать трендулей. Все, выиграли. Пойдемте, взлутаем. Главное не сдохнуть, ребята. Я помню, что у меня прочность тратится. Со временем. Да все, успокойтесь, ребят. Молодцы, молодцы. Жалко, что, знаете, да, 24 марки, опять золото, 4 тысячи. Жалко то, что оставшиеся марки, то есть дублоны, да, которые у тебя остались, их нельзя на что-то обменять. То есть, допустим, их нельзя перевести в золото. Хотя дублоны здесь капают потихонечку, да. Хотя да. Ну, типа, знаешь, сэкономил дублоны, их по какому-то коэффициенту можно было бы перевести в голду. Рыболов, кстати, у меня появился. Это хорошо. Пассажир. Вот еще 24 марки мы с тобой сделали. Ну, вот. В принципе, все, можно выходить. Я тут еще хочу, может, что-то еще, что-то найдется немножечко утонуть. Может, какой-то, какие-то обломки, я не знаю. Вон, какие-то обломки. Ну, вот. На этом мы серию заканчиваем с тобой. Вот такая серия была. Немножко сходили в ПВЕ режим, пострелялись. Вот, может, да, на более сложные сходить режимы, ребят. Ну, мне там делать, мне кажется, нечего, особенно сложных. У меня не так много опыта, хотя я могу сходить, но... Там надо подготовиться прям. Там нужно прям... Вот, древесину, ткань, обломки. Не знаю, можно. Просто там, знаете, в чем прикол? Если ты... Тебя топят. Ты заходишь в режим, тебя топят. Награду ты уже не получишь. Все, как бы. Ты просрал. То есть, надо обязательно выигрывать. Надо, ребят, обязательно выиграть. Ладно, выходим. Мы с тобой молодцы. Мы сделали то, мы сделали все. Так, мы берем одного этого и все. И 55 боевых марок у нас есть. Сколько у нас всего марок? У нас всего марок с тобой 535. 535, а для нового корабля надо нам 585. То есть, буквально надо, ребят, 50 марок. Это немного. В принципе, если что, их даже можно 50 марок купить где? Правильно, на аукционе, если их продают. А их продают... Вот, пожалуйста, 50 марок можно купить. Во сколько это мне встанет? 50 марок. 50 марок мне выйдет в 30 тысяч голды. Ну, покупать я их не буду. Потому что... Почему? Потому что я их сам добуду. Да, я их сам добуду. Вот такие пироги. Такие пироги. Надо продать, кстати, мортиру, я думаю. Да, мортирочку надо продать свою. Гладкоствольные эти тоже себе продавать. 16 фунтовые гладкие. Вот эти по 3000 они стоят. А сколько у меня гладких? Биржа, выставить... 10 штук. Кулеврина 16 фунтовая гладкая. Это тоже, да, кулеврина получается? Да, 16 штук. Их по 4... Ну, по 3000 продают. У меня их 16 штук. То есть на 30 тысяч у меня их. На 30 тысяч. Неплохо. Испепеляющие по 25 тысяч. По 20. Адмиральские по 3000. Короче, все по 3000 их можно выставить. Всю эту хрень. Вот такие я хочу. 42 фунтовый судный калибр, ребят. Так как я ПВЕ-шер, да? Мне вот такие вот надо. Полмиллиона стоит. Либо самому крафтить. Да. А как мой корабль называется, который я хочу скрафтить? Вот этот Сант Парейль. А он вообще продается? Есть в продаже. Вообще, кто-то его продает, сколько за него просит? Сант Парейль. Здесь нет таких. И такой никто не продает. Корабли, то есть, вот стоит. Стоит, столько стоит. Да. Не, что-то нету. Ну, это только в этих портах. В других, наверное, портах может кто-то продает, но... Я не знаю. Вот такие дела, ребят. А, кстати, торговый дом, что там еще по пушкам я хотел глянуть. Из попеляющих у меня 20 штук. Бомбарда 15. Василиск. Их можно вообще все поставить. Вот по 3600. По минимальной цене их, короче, продавать. У них есть минимальная цена, ребят. У каждой пушки есть минимальная цена. Это вот вообще по 3000, да, можно продавать. Вот эту бы надо хрень тоже бы продать, ребят. По 65 тысяч, я думаю, можно продать, поставить. Давайте поставим ее, продадим вот эти вот. Две штуки. Чисто 60 тысяч. 120 тысяч, ребят. Налог 8 тысяч. По 60 тысяч. Вообще, я видел, их по 65 продают. Ну, давайте по 60 выставим. Может, кто-то купит. Потому что я видел, их немало продавали. Каких предметов нет на складе. Я в курсе, каких... Каких предметов нет на складе. Вот. А зачем я здесь, кстати говоря, поставил ее? Блин, надо в Сан-Мартинесе было поставить. Тьфу ты, дурак. Я выставил ее здесь, в порте Борт Боррель. Порт Борт Боррель, да. Надо было в Сан-Мартинесе выставить. Ну, здесь просто удобнее порт. Здесь чаще игроки прикладывают. Здесь просто порт на отшибе. Блин, дурак. А, это очень важно, ребят. Когда вы выставляете на биржу, вы выставляете должны на биржу в определенных портах. Да. Да. Хреново то, что я здесь выставил. Надо было в другой порт. Ладно. Накосячили. Ничего страшного. Ну, пускай постоит. Может, тот купит. Кому надо, те купят. Кому не надо, те не купят. Вот. Все, увидимся с вами уже в следующей серии. Надо будет еще боевых марок пофармить. Нужно будет... Отсюда склад, да, забираем. Мы под мирным флагом с тобой. Мы пойдем чем-нибудь заниматься. Чем-нибудь позанимаемся, не знаю. Тем же, чем и всегда мы с тобой занимались. Пойдем фармить рыбу. Пойдем марок докопим. Пойдем новый корабль делать. У меня здесь все ресурсы уже готовы. Вот. Пойдем новый корабль делать. Ну, и с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока.